Добрый день, уважаемые подписчики моего канала и гости, любители истории и всего загадочного в ней. Мы с вами вспомнили историю Китая, которой удивлялись и восторгались с самого детства. История этой страны выглядит очень захватывающе. По ней получается, что все на свете было сделано и придумано китайцами. И остальным народам уже не оставалось ничего, только бери и пользуйся великими китайскими изобретениями, кои все были постепенно украдены или выкуплены у Китая другими государствами. Но невольно задаю себе вопрос, а что же остальные народы в это время делали? Сидели на деревьях или пещерах? Почему же тогда такая развитая страна с древнейшими корнями была так молниеносно покорена кочевыми племенами монголов? Но давайте все по порядку. Постараемся отделить правду от вымысла. Впрочем, вопрос поставлен неверно. Его, безусловно, следует расширить и довести до логического конца. Правда ли, что в 1237 году вообще существовало китайское государство? Именно так. Представляю, какое смятение чувств может вызвать такая постановка вопроса у читателя, привыкшего бездумно повторять почерпнутые из учебников сведения о почти 5000-летней истории Китая, якобы самого древнего государства на Земле. И все-таки, как вообще могло получиться, чтобы дикие кочевники, едва-едва сведенные Чингизом в боеспособную армию, захватили одно из самых старых на Земле государств? Государства, где знали порох, боевые ракеты, где на вооружении, если верить иным историкам, состояли мощные зажигательные и осколочные снаряды, выжигавшие все вокруг на 60 шагов. Не забывайте, монголы, вторгаясь в Китай, еще не успели позаимствовать у китайцев стенобитные и камнеметные машины, обходились стрелами и саблями. Как же им удалось сокрушить огромные укрепленные города? В реальности такое впечатление не существовало ни монгольских полчищ, ни китайских городов. Еще Николай Александрович Морозов в шестом томе своего труда «Христос» занялся скрупулезной проверкой древнейших китайских астрономических хроник, якобы бравших начало в 1650 году до нашей эры. Немного расскажу об этом замечательном ученом. Николай Александрович Морозов, работая на стыках наук, используя факты и методы различных областей знания, стал основоположником системного подхода в науке. Его редко вспоминают, хотя новая хронология Фоменко и Носовского, например, базируется на наследии именно этого ученого. Почетный академик Николай Александрович Морозов известен как оригинальный ученый, оставивший большое количество трудов в самых разнообразных областях естественных и общественных наук. Морозовым выполнены работы в различных областях астрономии, космогонии, физики, химии, биологии, математики, геофизики, метеорологии, воздухоплавания, авиации, истории, философии, политической экономии и языкознания. Так во время его исследований выяснились любопытнейшие вещи. У китайцев оказалось нет документов, написанных ранее 16 века н.э. Более того, у них нет описаний астрономических инструментов, а на территории Китая не отыскалось следов древних обсерваторий. Впервые китайские списки появления комет опубликованы европейцами в 18-19 веках. Эти списки носят явные следы переписывания друг из друга и, как указывал Морозов, дополнение их самими европейцами. То есть европейские ученые пополняли китайские источники европейскими материалами, подгоняя задачу под ответ. Далее, древние и подробные китайские списки солнечных затмений оказались, мягко говоря, фантазией. Морозов отметил по поводу одного такого манускрипта, повествовавшего, что затмения якобы наблюдались в Китае в 992-м, 994-м, 998-м, 999-м, 1002-м и 1107-м годах. Полных или хотя бы хорошо заметных солнечных затмений с такой частотой на одной и той же территории не бывает. Примерно так же обстояло и с гороскопами, описаниями расположения звезд на небе, связанных с конкретными датами. Описания таковые довольно-таки легко поддаются расшифровке. Был исследован гороскоп, составленный во времена первого китайского императора Хуан-Ди, якобы жившего около 2637 года до н.э. Оказалось, что такое положение звезд и планет, равно как и отправная точка, введенного на его основе лета исчисления, могли иметь место не ранее 1323 года н.э. Получается, что ошибка в астрономических датировках отбросила реальную историю Китая на 3,5 тысячи лет назад, в прошлое. Всем известен древнейший 60-летний китайский цикл «5 групп по 12 лет». Год петуха, собаки, крысы, ну и т.д. Оказалось, что он основан на периодических сближениях Юпитера и Сатурна. Однако, существуют определенные расхождения в положении двух планет. Снова проведены скрупулезные расчеты, показавшие, что цикл этот мог быть принят только в промежутке между 1204 и 1623 годом н.э. Ситуацию сугубила еще и коварная особенность китайских иероглифов. В отличие от европейского алфавита, здесь благодатнейшая почва для недоразумений и ошибок. Прочтение старой иероглифической записи полностью зависит от того, кто ее читает – японец, кореец, северный китаец или южный. У всех четырех получатся совершенно разные тексты. Не зря историки грустно констатировали, что в китайских хрониках царят хаос и бессистемность. К тому же имена написаны не звуками, а рисунками. Вот и выходит, что императоры Джаоли Ди, Вэн Ди и Да Ди, якобы правившие в один год, на самом деле яснопылкий царь, литературный царь и великий царь, а имя У Ди означает «военный царь». И все это больше похоже на длинный список титулов одного человека, в точности как «русский царь», «властелин великая и малая» и «белая Руси», «царь казанский и астраханский» и т.д. И нет ничего удивительного в том, что родилась экстравагантная на первый взгляд, однако аргументированная теория, за древнюю китайскую историю приняты переведенные некогда на китайский язык европейские хроники. Очень уж поразительное сходство открылось. В одно и то же время в Древнем Китае живут хунну, а в Европе гунну. В Китае шивеи или свеи, в Европе свеи шведы, в Китае таинственно исчезнувшие серби, в Европе сербы, в Китае чеши, в Европе чехи. Параллели между Римской империей и Китаем порой тоже очень удивительны. Начало третьего века нашей эры. Римская империя прекращает свое существование в междоусобных войнах. Настало время солдатских императоров. В те же годы в Китае. В междоусобных войнах гибнет империя Хань. К власти пришли безграмотные, морально разложившиеся солдаты. Римская империя. В середине третьего века нашей эры. Власть в Риме переходит к родственнице императора Каракалы Юлии Мессе, чье правление названо Кровавым. В конце концов, ее убивают. В те же годы в Китае. К власти приходит жена одного из императоров. Энергичная и свирепая. Правит направо и налево, проливая кровь. В конце концов, ее убивают. Начало четвертого века нашей эры. Римская империя делится на восточную и западную. В те же годы в Китае. Империя Цзинь делится на две части. Восточную и западную. Римская империя воюет с гунами. Китай в те же годы с хунну. Пятый век нашей эры. Западная Римская империя завоевана германцами и гунами. Китайская западная лянь завоевана хунну. И в Риме, и в Китае на престоле в это время очень юный император. И так далее. А вот что происходило в Китае с 1722 года. Маньчжурские правители образовали особый комитет для составления истории предыдущей династии Мин. Оппозиция не смогла смириться с такой трактовкой истории павшей династии. Поэтому появились частные истории Минской династии. Правители ответили казнями, заключениями в тюрьму, ссылками. Неугодные правительству книги изымались. Между 1774 и 1782 годом изъятия производились 34 раза. С 1772 года был предпринят сбор всех печатных книг, когда-либо вышедших в Китае. Сбор продолжался 20 лет. Для разбора и обработки собранного материала были привлечены 360 человек. Через несколько лет 3457 названий были выпущены в новом издании. А остальные 6766 были описаны в каталоге. По сути дела, это была грандиозная операция по изъятию книг. И не менее грандиозная операция по фальсификации текстов. В вышедших новых изданиях были изъяты все нежелательные места. Менялись даже названия книг. Все это написано во всемирной истории в Дистита МАХ, подготовленной Академией наук СССР. В конце прошлого века астрономические расчеты Морозова были проверены с использованием современных на тот момент ЭВМ группой математиков Московского государственного университета под руководством академика Поменко. Результаты те же. О том, что происходило на территории Китая ранее 1368 года, нам попросту неизвестно. Монгольские полчища, существовавшие лишь на бумаге, завоевали столь же нереальную державу. Только и всего. Как иначе можно объяснить все эти факты? А сколько еще удивительных загадок таит в себе так называемая древнейшая история Китая. Одна из самых известных из них, конечно, это Великая Китайская Стена. Кто ее строил и зачем? Но это уже следующая история. Давайте о ней поговорим в следующем обзоре. А пока до свидания. Мир вашему дому. До встречи.